добрый день друзья здравствуйте пока есть время до презентации я хотел бы поговорить тема такая еще раз программа не объявленная спонтанная но тема такая неоднозначная о том речь идет вообще действительно что человеку то надо для чего сказать какие цели он ставит перед собой для чего он здесь живет и так далее и так далее я хочу сейчас прочитать кое-что да вот мне лично отправили в жизни ищите себе подобных вот с этого давайте начнем а потом перейдем более каким-то серьезным вещам с моей точки зрения да не верьте что кого-либо можно изменить свинья свое болото все равно отыщет и в грязи окажетесь в том числе и вы а выбираться из нее уже просто нет времени никого не поднимайте не ведите ибо нельзя научить можно лишь научиться если нет в человеке необходимых накоплений не нажил он их по причине скобного числа воплощений или никчемного проживания имеющихся на сегодня в жизни потоки ничего не откроется ничего не поймется вы же еще и виноватыми потом останетесь что мол плохо тащили и как вдруг окажется ничего не дали это как минимум как максимум же подобные ведомые я вас щедро обольют всех все имеющиеся в них грязью и чернотой оно вам надо известное хаямовское изречение чем вместе с кем попало чем вместе ну и дальше идет многоточие нужно ли вам сейчас такое время тем более в оставшиеся немногие годы завязываться с бредущими совсем противоположному полюсу бредущему первые четыре буквы от слова бред я так полагаю но в то же время идти брести да брести не знаю куда да нужно ли вам расстраиваться когда неразвитое темное все равно ничего не поймет есть такая фраза не дано поймите пожалуйста это ну нет в человеке необходимо для гармоничного контакта и общения более того для осознанных высших понятий нужных в обязательном порядке закачанных программ и файлов для восприятия отработки и совершения последующего верного действия так зачем с ним мучиться вы интеллигентны на вопросах не связывайтесь с не умеющими правильно говорить и не читающими не желающими учиться вы настолько эзотерик и переход проник в каждую вашу клетку и ведет вашу душу работаете на своим новыми я вообще не знаю кому это обращение теперь работайте на своим новым миром вместе с единомышленниками не допуская за калитку пьяных своей выдумой значимостью хамов они под любым дворцовым коврам пройдутся своими грязными сапогами и стыдно поверьте им не будет не дано не теряйте времени не распыляйтесь на сотворение чего-то счастье и чьей-то эволюции это будет один увеличение вашей негативной кармы неужели это вам нужно есть великий одновременно простой закон мироздания все в свое время кому-то это нужно тот уже с этим есть ну там много долго читать просто уходите от темных да вот по поводу ресурсов у нас в чате было не хочется тратить ресурсы ваши энергетические потоки на выяснение отношения на помощь темному страдатью тем самым забирая ваши ресурсы для при для преображения на негодные даже в случае когда темный инструмент не ведает что творит даже когда темный инструмент не ведает что творит поверьте у него есть великолепно великолепно знающие что творят и осознанно использующие его руководители интересная вещь тема правда не популярная вообще тема не популярная поскольку это имеет отношение но философии наверное философии вопроса давайте я кое-что вам скажу или и даже прочитаю поскольку это повторю еще раз это было в программе сергей медсеевичем в пятницу поскольку он сам начал говорить про бхагавадгиту ну соответственно и я включился вот интересная такая вещь на которые люди не зная о чем идет речь до ассоциирует это ну судя по тому как было как были посты и ответы на эти посты а вы бхагавадгиту читали нет мечтал вот хотя в индии бывал то есть человек отвечает беседует сам собой и восприятие а вы бхагавадгиту читали но не читал и на этом наверное можно было бы остановиться а что там есть такое может быть скажете картинка нет не читал зато в индии бывал и храмы посещал кинди не имеющий никакого отношения бхагавадгита вот как раз таки речь о бхагавадгите а тогда в таком случае каковы цели человека и зачем это надо ну об этом подробнее завтра поскольку завтра будет другая программа она давно стоит в ютюбе она переносилась несколько раз там более подробно давайте я почитаю дело в том что чувства или эмоции они превалируют есть такое понятие в вожделение возделения то есть это слово хотение желания желать возжелать можно возжелать жену ближнего примеру да можно возжелать какие-то богатство да можно возжелать быть где-то на троне можно возжелать можно возжелать полететь в космос в общаться с другими другим населением нашей вселенной можно выживать нужно все что будет так вот человек идет на по на поводу своих чувств и сказано священный книга где находится квинтэссенция мудрости для тех кто хотят об этом узнать тяжело читать не сомневаюсь почему потому что это переворачивает скажем но то учение которое мы все где-то получали в образовании все где-то получали так вот до тебя до тех пор пока человек не обуздал чувства он не сможет обрести знание а тот кто не обладает знанием и не занимается преданным служением господу тот лишён возможности получить освобождение что здесь о чем здесь идет речь дело в том что последняя инстанция нашего пути эволюционного пути понимание того что мы есть не тело а душа то есть чувство она при чувство они принадлежат телу в материи а душа чувств не имеет что любовь это не чувство это просто призвание можно сказать это просто настоящее то что и его любовь любовь не к себе подобному телу имеется ввиду а любовь это подобная к душа к душе ну и соответственно к высшей душе да потому что у нас есть две души у нас есть атма санскритское слово это душа а есть параматма это сверхдуша так вот сверхдуша это и есть наша 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 главная субстанция облеченная материю природа устроена так что материальная деятельность которой мы занимаемся ставит каждого из нас очень трудное положение природа природа какая природа материальная природа устроена так трудности подстерегает нас на каждом шагу поэтому мы все нуждаемся помощи духовного учителя вопрос другой кто это духовный учитель как мы его выбираем если у нас его нет мы не готовы только все нет никаких совершенно проблем у каждого человека есть свой свое понимание того что ему надо делать и своя готовность к этому если нет готовности таки нет готовности он тогда повелевает своими чувственные как он считает он считает что он знает много и он предлагает модель своего понимания всем остальным не обращая внимание на реакцию вообще не обращая внимание он сам собой беседы тихо сам собою какой-то там рукой он ведет беседу понимаете вот все ведические описания так они призывают обратиться все до единого призывает обратиться к истинному духовному учителю для чего а чтобы он нам так сказать вот у нас наших так сказать проблемы жизненные они сплетены и переплетены и покрыты это как клубок понимаете клубок желаний клубок наших проблем и вот только духовный учитель так написано это не значит надо этому что я так написано еще раз повторяю я не призываю ни к чему я говорю о том что есть каждый для себя выберет этот путь надо ему это или не надо ему это готов он к этому или не готов но не готов человек чего его трогать пускай он будет находиться в заблуждении вот то что я прочитал и те люди которые подключаются сейчас допустим которые не сначала были они не слышали то о чем шла речь это то что я допустим получил лично в свой адрес от одного человека который надеюсь будет выступать у нас на канале очень интересный человек мы я его представлю когда мы с ним будем вести передачу вот то есть пока вот речь идет то что написано в этом произведении квинтэссенции ведической мудрости да вот материальный мир он устроен таким образом что трудности приходят к людям сами по сути они не просто взяли и пришли к нам трудности но подобное притягивает подобное то есть мы живем мысль материальная мы живем в мире материальном трудности у нас материальные но там в духовном мире трудности то нет есть любовь и все поэтому наша задача на последнем этапе там есть путь к этому последнему да поэтому есть четыре наших скажем путь один да но четыре цели будем так говорить которые мы ставим да четыре составляющие для достижения вот последнего пути то что называют нас открытие освобождение или мокша освобождение от материальных то что мы называем ценностей да от материальных каких-то привязанностей и от материальных проблем и вот ведические писания гласят чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними необходимо обратиться к наставнику которые принадлежат цепи духовных учителей и дело в том что раньше это была прерогатива только браманов четыре сословия и главное это было браманы или люди которые были духовными учителями они могли просто передавать знания выше они обладали качественными сегодня нет сегодня на земле не рождаются браманы к сожалению потому что сегодня мы находимся в той поре которая называется кальюга поэтому мы выдумываем сами себе учителей которые не являются духовными учителями потому что ну в кальюгу не рождаются те люди которые раздались тогда они в какой-то степени могут соответствовать их может быть очень и очень немного на земле их немного и поэтому мы себе придумываем сложности и очень четко и есть определение почему это происходит почему у нас мир такой а потому что называется разделяя власть господствует две силы легче по одному уничтожить человека да пример чем когда все скопом накидывается на тебя так ты их уничтожишь расскажи поэтому речь идет в объединении в силе тогда это будет сила не в разъединении а сегодня что происходит сегодня мы разъединяемся и нету объединяющей силы которая потому что люди выходят из такого эгрегора им там некомфортно знаете я вчера смотрел одну передачу интересно я понял как сегодня можно определить почему тогда люди ну вот допустим да коллектив какой-то ну музыкальный вот я люблю музыку вообще-то говоря в разных ее вариантах и ну слухом я хорошим обладать то есть я слышу какие-то нюансы да и голод какой-то есть можно так говорить так вот допустим есть коллектив музыкальный да и этот музыкальный коллектив состоит из нескольких человек но заметьте как правило он распадается рано или поздно но есть счастливые исключения скажем так если говорить о эстраде допустим да то я знаю только одного такого продюсера да продюсера Игоря Матвиенко который имеет три коллектива которые уже по 20 25 лет существует где еще такие коллективы есть то есть люди уходят и становятся звездами это то самое счастливое исключение да когда звезда может быть звездой действительно мы сейчас говорим о людях которые должны за собой вести допустим население куда к свету как это часто говорят или вести нас да вот вести куда-то по пути эволюционному вот этого нету потому потому что нету объединения разъединяй и властвуй да вот то есть власть на первом месте находится соответственно там находится иди но тогда почему же есть звезды которые которые летят в музыкальном или в шоу-бизнесе которые летят сами по себе а потому что знаете кто они удивительно да мы их превозносим мы их так сказать хлопаем овации все на потеку кому публики то есть в зале сидят публика в интернете сидят публика зрителей и они исполняют какие-то произведения так написано это не я говорю я просто могу теперь это обосновать то есть я учусь как и все мы учимся но я учусь и на примерах и я учусь слушая ежедневно ежечасно слушая ведические лекции мудрости веды это знание всего лишь без всякого всего знание я то есть я пытаюсь ну настоящее знание от источника об этом шла речь вчера в программе Сергея Митцевича где я задал вопрос а где находится источник от источника где находится источник ну вначале он не ответил он как то ну наверное не ассоциировал потом правда он сказал что в общем то и есть правда да то есть источник находится совсем в другом месте где мы пытаемся его найти а именно в духовном мире источник а именно это ну кто Господь Бог как угодно мы можем понимать кто такой Господь Бог какое имя он носит это не имеет значения вот то есть есть такое понятие цепи преемственности последний раз последний раз вот эта мудрость да или квинтэссенция мудрости была преподана 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 как правильно преподана вот вот Господом Богом который играл роль да допустим своему великому преданному которого звали Арджуна это было не первый раз это было уже ну последний раз в наше время почему а потому что мы все происходило в периоде становления или в периоде изменения энергии познания я бы так сказал то есть наступила калиюга до этого этого не обязательно было хотя она была поведена очень и очень давно первый раз тоже Господом Богом была поведена Богу Солнца тот поведал своему сыну тот поведал своему сыну и так далее там это все расписано она прервалась на каком-то пути потому что люди стали к сожалению деградировать с каждым с каждой эпохой они стали терять качество познания мудрости вот и наконец дошли до того что теперь уже мудрости никакой нет сейчас на первом месте находится ум а не разум а именно там вот это все находится и вот значит он поведал а его наше время наставники вот этих мудрости есть так называемые духовные учителя которые гораздо больше имеют вес для чистого преданного тот который ну слово такое предался предался именно ну перешел будем так говорить ментально морально перешел в духовное познание в духовный мир да так вот познание для человека не решат никогда его проблемы и без духовного учителя подобного Господу к примеру да то есть мы можем найти себе то ли человека то ли взять себе за пример ну действительно только кого берет можно взять себе Иисуса Христа можно взять себе Магомед вот Аллах точнее Магомед только пророк его и так далее можно брать скажем ангелов да причем в разных по-разному значит смотрите скажем мусульманской традиции это это в английской точнее традиции это Гебриэл да в славянской традиции это Гавриил вот то есть это ангелы которые ну нише стоящая иерархия которая помогает нам людям допустим да но это как мы захотим так вот академическое образование вот я допустим имею академическое образование философия и психология это по сути дела ни о чем так вот академическое образование глубокие познания или как мы так считаем глубокие познания или даже высокое положение в обществе не избавит нас от проблем никогда и никак то есть помочь в этом это еще раз записано может только духовный учитель, который обладает сознанием, высшим сознанием Господа. Потому что только так он можно разрешить проблему. Мы этого не делаем, мы даже не пытаемся. Поэтому как мы можем сказать, это так или не так? Мы только можем прочитать и согласиться, не согласиться. Умом, так сказать, понимаем, воображение. Как у Змонетского было. Умом воображение. Можно себе вообразить все, что угодно. Вчера прознался мокрый от Ниагары. Брызгать жутко. Понимаете? То есть вообразить себе все, что угодно. Но практически решить вот эти проблемы никак нельзя. Поэтому что у нас происходит? У нас происходит якобы диалог, где человек пытается себя где-то усвердить. Он пытается что-то доказать. Он пытается что-то объяснить. Пытается объяснить. Да? Невзирая на то, кто его слушает, что они говорят. Он ведет свою линию и все. Я никому конкретно не обращаюсь. Я просто основываюсь на некоторых примерах. Об этом и говорю. Но это все так и есть. Это же логично. Это же все об этом могут посмотреть, сказать. Вот. То есть почему? А потому что мы имеем тело. Тело – это меняющееся тело, потому что мы знаем, что клетки нашего тела имеют срок обновления. Ну, по сути, там каждые семь лет меняется. Но это меняется как бы все клеточки нашего тела. И по сути, мы получаем это меняющее тело. И это тело в этом воплощении рано или поздно умрет. Правильно? Это же понятно. Но дело в том, что оно-то умрет, но потом оно опять, душа остается, она вечна. И душа потом воплотится опять в следующее тело. Как этот процесс происходит, мы много раз об этом говорили. Гавриил Архангел. Архангел, Гавриил. Правильно. Ангел и Архангел. Да. Ну, Людмила поправила. Хорошо. Я это имел в виду. Вот. Но мы знаем, кто такой, чем отличается Архангел от Ангела. Ну, Ах, Ангел. Арх. То есть, там еще буквы есть. Архангел. Дело не в этом. Дело не в этом. Это просто свита, да, скажем так. Причем, не так оно далеко от нас находится. То есть, если мы захотим, мы сами будем и ангелами, и архангелами. Просто так сказать. Традиция такая. Как-то нам легче определять, потому что довольно тяжело, так сказать, Господа Бога там визуализировать и так далее. И вот тело, говорится, да, говорится о том, что наше тело, оно пронизано сознанием. Со-знанием. Да? Сознанием. Это не знание, это со-знание. То есть, мы можем испытывать или боль, или приятные ощущения. Мы победили в споре. Мы победили на Олимпийских играх. Мы завоевали какую-то награду. Да? Нам дали какое-то там звание академическое. Это приятные ощущения. Неприятные ощущения, ну вот люди, участвующие в дискуссиях, в каких-то чатах, никак не могут согласиться, допустим, с концепцией какого-то одного человека, который себя позиционирует типа гуру, допустим, да? Вот. Опять же, ну, зуб какой-то там болит, понимаете? То есть, неприятные ощущения. Ну и много-много всего другого, да? Сфера действия индивидуального сознания, индивидуальное сознание, она ограничена рамками данного тела. Это еще раз, это записано в книге. Боль и наслаждение, которое очищает одно тело, неведомо совсем другому телу. Чем это объясняется? Тем, что в каждом теле находится индивидуальная душа. Поэтому скажите, кому интересно, допустим, о том, переедет ли Вася, который находится на той территории, в другую территорию, и будет ли он там счастлив? На новой территории найдет ли он работу? Интересно ли вот это Васина позиция, которая для него жизненного важна, и которую он задает второму вопрос, другим людям? Ну, как бы не очень, да, наверное. Насколько кого дальше следует слово пропущенное, чужое горе волнует, скажем так. Вот. То есть мы как бы сами за себя, да, получается. Дальше я хочу помогать. А скажите, а вы то, что вы хотите, здесь идет сразу, сразу сходу противоречие. Я хочу помогать. Что значит, вы хотите помогать? это слово я хочу быть вообще не должно. Ну, не должно быть слово я хочу. То есть вы что-то хотите. Если вы хотите, так вы хотите для себя. Поэтому ответ, для кого вы это делаете? Для себя. Вам не надо хотеть помогать. Смогу ли я помогать? А вы просто берите и помогайте. Дарите. Делайте благодеяния. Просто берите и делайте. Зачем вам задавать такие вопросы? Вот расскажите. Странные. Тут уже противоречие повторяю. Пришел на землю Господь Будда. Сколько раз я об этом говорю. Для чего пришел на землю Господь Будда? На землю пришел Господь Будда. Одна из целей в данном контексте, про который идет речь. Чтобы объяснить человеку, что цели быть не должно. Первая цель его ограничивает сразу. Потому что за этой целью нет следующего. Ну, нету развития. То есть цели быть не должно. Второе это цель чего? Материального существования нашего. Цель попасть в духовный мир? Нет. Вы делаете все и вас там сверху видно все, что вы делаете. И вас тогда возьмут, ну, то ли за волосы, которых некоторых нету, то ли за шкирку, и туда вас потянет. Понимаете? Есть много методик. Есть одна методика, о которой, ну, эта методика называется лифт. То есть есть лифт очень-очень скоростной. Есть лифт, который будет останавливаться на каждом этаже, допустим, да? То есть вы приехали на следующий этаж, вышли туда, что-то сделали там, да? И вам говорят, окей, вы прошли тест. Второй этаж. Вы поднимаете на второй этаж, опять у вас приемная комиссия, прошли на третий, долго. А есть один вариант вознесения прямо на самый верх скоростной лифт. Он не останавливается на это уже. Он прямо до верха доносится. Вот эта вот система называется бакти-йога. бакти-йога. То есть эта система преданного служения, ну, конечно, надо собрать определенные принципы, так далее, но в целом это преданное служение Господу Богу. Все, служение. Служить бы рад, почему это самое было там слуга двух господов, служить бы рад, прислуживаться тошно, да? Откуда это взялось? А мы что делаем? Служить брат, это радость служить, правильно? Вот, это ладость служить. А мы все то, что мы делаем, мы прислуживаем. Мы ходим на работу и прислуживаем своим работодателям. Мы прислуживаем, по-другому никак. То есть мы не свободны в наших действиях, мы не свободны в наших поступках и никак. Так, если мы не свободны в наших действиях и поступках, и у нас нету времени на то, чтобы совершить служение, какой смысл тогда получается существование, которое написано? Для чего оно надо существование? Оно надо для каких-то целей, вершиной которой является вот это мокша или освобождение от этого. Что мы делаем? Мы делаем все, чтобы не освободиться. Простите, именно так. Понимаешь? Вот. То есть, что такое индивидуальная душа? Две души у нас есть. Но об этом уже писалось. То есть, в Багаватхите сказано так. То есть, душа, наша индивидуальная душа, бегает и прыгает с ветки на ветку и клюет какие-то зерночки, плоды. Вот эти ягодки клюет. То есть, ягодок нету, оно, бах, перепрыгнуло на другое дерево, где есть ягодки. Ну, кушать-то надо, правильно? Материи. Вот. Это наши тела. Это наши тела, которые мы меняли. А над ней, над индивидуальной душой, находится сверхдуша. То есть, сверхдуша – это Господь Бог. Это Господь Бог, который умеет делать все. То есть, Он себя экспансирует на много-много миллиардов, ну, на нашей грешной земле, как говорится, проживает определенное количество миллиардов, да, ну, где-то восемь, да, кто-то говорит. И вот Он себя экспансирует. Можете себе представить. Ну, это на нашей земле. Мы же не знаем даже нашу землю. Завтра более подробнее об этом. Вот. Ну, допустим, восемь миллиардов, да. То есть, вот, Он себя экспансирует на эти восемь миллиардов и наблюдает за нами, как эта индивидуальная душа прыгает, мечется и клюет эти самые ягодки на разных деревнях, меняя тело, 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 тело. Но Он дает им понимание каждому вопрос другому. Готовы ли мы принять вот это? И если да, то мы должны это же применять. Ну, вот, вместо того, чтобы там где-то аргументировать, спорить, конфликтовать, понимаете, объяснять, вот, какие-то высокие материи. Это деградация человека, который обладает трехмерным восприятием. Что? Покажите мне гуру, который у нас в чатах где-то рассказывает о том, что он может телепортироваться. К примеру. Ну, покажите. Ну, пускай он сдвинет одну спичку. Когда-то был тематистический рассказ, назывался «Шесть спичек». Человек надорвался, который двигал эти спички. Вот была такая Ниналья Куладина, она двигала эти спички. Ну, пускай мне кто-нибудь покажет гору, который тут всем объясняет, что он может подвигать там спичку. Прямо. Прямо. Или вырасти. Вот. Есть такая Анима или Максима. Максима, Анима. Анима – это уменьшение, а Максима – это увеличение. То есть, по желанию, человек мог вырасти до, не знаю, головой до стадии, до Луны, например. Мог. Вот. Или уменьшить размеры атома. Если вы это не умеете делать, как мы можем рассуждать о таких великих материях, о которых мы все рассуждаем? Смех, да и только. Размером индивидуальная душа считается не больше атома, и ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Это еще раз. Это то, что написано. И вот это крошечная душа, которая парит в пяти воздушных потоках. Пусть мне кто-нибудь объяснит про эти пять воздушных потоков. То есть я не хочу тратить свой ресурс. Последнее было смотреть эту программу, зато тратить свой ресурс на оппозиционные какие-то сражения с другими людьми в чате и стебясь там по поводу там сарказма, неважно, то же самое, саркастически рассказывая рассказывая что такое допустим психиатрия или психология, в чем разница, понимаете, никто же не сомневается допустим о том, при чем тут это, к примеру, да, так вот на это человек тратит ресурс. А ведь ресурс совсем в другом находится. Ресурс находится, что такое ресурс? Это отчество. Это жизненный ресурс. Знаете ли об этом наши люди, которые пытаются объяснить, как надо к этому относиться, кто у нас там, ну и так далее. Ну, кто почитает чат в Сангейсенграун, тот увидит. А что такое воздушные потоки? Что такое прана? Что такое апана? Что такое вьяна? Что такое самана? Что такое удана? Знаете или нет? Очень сомневаюсь. Почему? А потому что мы живем где? На западе. Мы западные люди, мы высоко, а они кто? Кто они такие? Послушайте, эти индусы грязные, немытые, испражняющиеся там где-то прямо там в канал. Да мы же великие. Что они нам? Кто они такие? Мы тут на западе все знаем. А чего-то они такие, глупые, немытые, грязные, но говорят о таких вещах. А если разобраться, то ведь это ведические мудрости. Это с помощью которых люди вот с этими привести в равновесие потоки, принести в равновесие нету ни одному человека сегодня, которые не скажем находятся по конституции вата пита кафа, да, даже если у них и есть или смешанные конституции, более того, нету чистых ватиков, нету чистых питиков, нету чистых кафик, нету. Они все уже смешанные конституции. Об этом западная медицина имеет представление? Боже упаси, нет, конечно. Это у них там оказывается. То есть это же не на Марсе они там живут, да, вот. Они же живут на такой же земле, как и мы. А почему тогда у них по-другому? Так может надо этим поинтересоваться? А зачем? Смысл какой? У них свое, у нас свое. Вот в чем дело. Понимаете? То есть когда то есть вот эти потоки они материальные потоки. И сказано так о том, что когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти вот этих материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу. Как люди делали раньше? Люди жили в каком-то определенном мире, как и мы, да, жена в этом мире, свою духовную составляющую. когда заканчивалось, они это знали и чувствовали. Они не шли в больницу или в nursing home, вот эти вот, да, или куда-то еще, еще похуже, да, где их, понимаете, с ложечки кормили, они уже нифига никого не узнают, эти люди. Вот, они существуют, ну, просто как существуют. Вопросы, чем тогда в таком случае? Зачем? Кому нужно это существование? То есть, смотреть на них страшно и больно, это наши близкие, да, бросить мы их не можем, правильно? Вот, мы мучаемся, они мучаются и мы заодно мучаемся, но как по-другому. Ну, вот мы так к этому привыкли. Так, что делали те люди, ведающие люди, что они делают? Они, зная о том, что у них приближается другой путь, другой мир, они просто уходили. И люди, которые это знали, они пытались закрыть вот эти потоки, потому что они хотели выйти из сансары. И они знали, как выйти из сансары. То есть, ну, там целое, то есть, они шли в лес, они шли, они садились на определенную там постелку, куши, это трава, из которой сделана эта постелка, да, они питались, питаться-то все-таки надо, прежде чем ты уйдешь, коренями, какими-то там ягодами, коровой древесной, да, им не надо было вот эта одежда, вот эти там всякие там, нет, им не надо было. Они снимали с себя все это, одевались в одежду тоже из той же самой коры, им это все не обязательно было. Вот. И делали определенные обряды. Они убирали себя на последнем этапе дыхания, они затыкали пяткой, они затыкали пяткой задний проход. Зачем? Потому что очень часто бывает, что когда люди перед смертью, они бывают, ну, испражняются, да, вот. То есть это что означает? Душа выходит, есть варианты выхода души из тела. Если душа выходит, скажем, через задние какие-то вот чакры, будем их называть, да, то тогда это очень неблагоприятно. Мы попадаем, ну, внизу находятся что? Нижние миры, а наверху находятся высшие миры. Поэтому выходить надо было совсем не так надо было выходить из тела. Поэтому очень и очень неблагоприятно умирать во сне. С точки зрения физического тела, ну, смерть спокойная, тихая, да. Человек не мучился, он ушел. Не мучился чем? Телом. Он дальше будет мучиться. Потому что он неизвестно куда ушел, во-первых. И определенные есть ритуалы, которые надо делать. Но это же записано совсем не там, где мы читаем. а мы читаем совсем не там. И поэтому мы рассуждаем совсем не о том. Я еще раз подчеркну о том, что чат с underground, поэтому в описании программы есть ссылочка на этот канал. Это совершенно эксклюзивная информация. Пока она для многих не востребована. Поэтому там не так много людей. Она будет востребована очень и скоро. Потому что на тонком плане программы, которые у нас идут, они все-таки на тонком плане тоже идут. Поэтому кто-то рано или поздно на это обратит внимание и поймет о том, что золото это не то, что блестит вообще-то говоря. Правильно? И что есть ум все-таки, какое его отличие от разума? И что такое желание человека истинные частицы духовного целого иногда сравнивают с какими-то мельчайшими лучами, карпусков это называется, солнечного света. То есть солнечный свет состоит из бесконечного количества сверкающих каких-то частиц и точно так же отделенные энергия частицы верховного господа это крошечные искраки его сияния. Так это описывает литература. То есть высшая энергия господа. то есть имеется ввиду свет, то есть Господь звучит допустим не только скажем это персональный аспект личности, верховная личность Бога так это называется, он еще и брахмаджоти одновременно. Брахмаджоти это переводится как свет, сияющий свет. Поэтому многие последователи для них вот скажем их называют как-то майявади имперсоналисты их называют, которые не принимают личности скажем аспект Господа Бога, они принимают только как энергию допустим. Поэтому нирвана это высшее состояние. Но сам Будда который принес свет вот это понятие нирвана он сам говорил это не высшая ступень это для нашего тела высшая ступень нирвана где нас совершенно не волнует то есть мы находимся где-то где-то в пространстве на волнах какого-то не океана а вот просто парим и нас ничего не волнует то что там внизу происходит но это личностные еще раз это аспект материальный это не божественное это не духовная составляющая понимаете какая вещь и вот о душе очень подробным образом изложена вот эта наука это наука по душе изложена в боговадгити причем это ее объясняет сам верховный господь так написано можно с этим не соглашаться дело каждого человек не всегда готов к этому но я бы скажем так сказал ну а почему бы не почитать а может что-то будет а может что-то интересное там написано но у нас сразу в голове да в голове вот у меня было интересно я вел передачу на радио как-то один раз я обернулся из Индии с очередной поездки ну и рассказывал там на радио там о тонких телах так вот это вот эфирное тело там ментальное тело там ну и другие тела астральное тело фактическое казуальное и так далее причины вот ну я уже рассказывал и вот звонит в эфир там одна дама и говорит Майкл скажите вы так интересно расскажите а скажите тела эти находятся где внутри или снаружи ну я говорю снаружи ну и понял ну просто ну как ну не всем это надо не все готовы это слышать не всем это нужно принимать так действительно надо оставить человека пускай он находится там где он находится объяснять или так сказать наставлять его нет смысла с этого было начало этой программы было как раз таки то что я зачитал то что отправили мне человек вот мой знакомый интересный очень человек откуда там ну конечно он не сам написал откуда это он взял допустим но сервежная правда в этом очень и очень большая не в плане того зачем тратить свой жизненный ресурс и объяснять этому человек не в этом дело один на один я бы объяснять не объяснял ну вот я сейчас делаю программу а до этого вчера была программа с Сергеем Митцевичем правильно но ее слушают не только кстати этот человек и не слушал он сказал не хочет тратить ресурсы слава богу ну и не надо зачем мучить казалось бы человека забирать его время он сам решит но слушают другие поэтому вопрос мой который говорит давайте мы его удалим я его удалю там я говорю нет это неправильно удалять я бы его я не хочу лично пока человек не переступил границ дозволенного да и не стал прямым так сказать оскорблением делать оскорбление он человек есть человек который находится в неведении да ну для кого-то другого не то что сказать он не считает что он находится в неведении но всегда есть шанс о том что ну во всем случае я так предлагаю допустим я всегда даю примеру шанс да можно конечно и поспорить можно подискутировать как говорится не вопрос но человеку проще было бы не опровергать того чего он не знает допустим а он считает что он знает поэтому он опровергает а задать вопрос ну вот к примеру вопрос звучал а вы читали боговый гитвы нет хотя в Индии бывал то есть ну кто в лес кто подрывает называется вы читали вопрос звучит вы читали боговый гитвы нет не читал и остановись на этом не читал а что там написано а что там такого интересного давайте я посмотрю я почитаю нет я не бывал я до этого не дошел еще я зато бывал в храмах но у меня сейчас по дороге буддийские техники я буду изучать вот а кто такой Будда а Будда это аватар да это простите это аватар или послание Всевышнего Господа Бога правильно там есть такая очень интересная ситуация когда появился ну 50 тысяч лет назад на землю пришел Господь так описано можно не верить пришел в своем истинном воплощении да звали его Кришна и вот он был малень ему было всего 5 лет то есть он родился ну как он родился я не буду сейчас всю историю рассказывать кому интересно почитайте ну короче говоря он жил в семье мамой Яшода и там и папа у него был не были его родителями но он там значит в этой семье жил и вот как-то значит он видит ему было 5 лет и он видит о том что жители той деревни а узел матвора это рядом с Френдаваном люди собрались нести какие-то и делают подношения тогда люди верили в эти вещи подношения да вот пошло такое значит вот они дают они дают дарят дают да и они будут получать благо а сегодня это уже наши не делают наш народ правильно поэтому отсюда и деградация пошла а раньше люди это делали но он задает вопрос а куда вы несете ну там скот там ведут туда подношения допустим там фрукты цветы и вот собрались люди и несут куда-то в какое-то место он спрашивает кому вы несете ему говорят как кому Индри он говорит а зачем Индра а Индра кто такой повелитель стихии допустим не только но повелитель стихии то есть гром молния там вода вот это все иначе то есть мы хотим его умилостивить и тогда нам будет дано вначале мы даем подношения да возносим там молитвы и нам будет дано благодеяние какое-то вот для нас то есть погода будет хорош и так далее ну и так это принято вот в определенные периоды времени надо нести эти подношения он говорит так а зачем вы это делаете это глупо они говорят как глупо вы же несете это для кого не для Господа Бога а вы несете для его слуги потому что Индра как тем бы он не был поведет врач плане и так далее он все-таки ступенька да которая ниже значительно ниже да находится так проще давать то есть смысл какой то есть не надо поклоняться каким-то промежуточным фигурам да типа даже ангелам не надо поклоняться они нам помогают и архангелам да они нам помогают в чем-то гораздо больше где источник источник находится на совсем на совсем веру в духовном мире Господь Бог вот надо ему давать подношение а ему ничего не надо у него все есть а что надо делать тогда надо его молиться ему и надо любить его ему надо только ему только любовь нужна ничего более ему не надо у него все есть это Господь правильно А вы сейчас берете и несете вот это. Так что нам делать, у него спрашивают эти крестьяне. Он говорит, не надо ничего носить ему. Пять лет пацану. А они говорят, ну хорошо, попробуй. И вот в определенное время, в определенный час, как битва экстрасенсов, где ждут нас эти самые подарки экстрасенсов, приходит Индра на поле, ничего нет. Он страшно удивился, как это так. И он, а где мое, понимаете, большая ложка, спрашивает он. А кто съел мою? Ну и в общем, короче, он разъярился, понимаете. Вот. И сейчас я вас утоплю. Раз вы так себя ведете. Ну а те говорят, нам Кришна сказал, нам Кришна. Кто такой Кришна? Кто это сам пацан какой-то? То есть понимаете. Я Индра, говорит он. Индра. Вот. Сейчас я вас утоплю в потоках воды. И он наслал на них дождь. Проливной ливень. Это не то, что ливень. Ты едешь там, тебя не видно там. Там не видно вообще ничего. То есть сплошные потоки. Короче говоря, все поплыло. И начали, начались это самое, иролика Джамуна или Амуна. Она уже выходит из берегов. Уже вот-вот сейчас затопит все. И они взмолились, эти самые жители. Это Приндамуна. Взмолились. И опять приходит Кришна и говорит. Слышь? Кришна, ты что нам сказал? Ты видишь, что творится? Он говорит. Да не волнуйтесь, ребята. Сейчас я вам помогу. Знаете, что он сделал? Он взял, поднял холм. Вот там есть такой холм. Гавардхан называется. Он поднялся. Не сейчас. Сейчас там. Ну, холм, возвышенность. А тогда это было не холм. Это целая гора была здоровенная. Сейчас его можно, так сказать, обойти. Я-то на машине не ехал. Я не обходил. Времени не было. Это надо неделю обходить. А так на машине, ну, сколько? Часик, наверное. Короче говоря, значит, он поднимает холм и говорит одним пальцем или мизинцем там в руке. Есть картинки, где мальчик стоит и поднял холм. Холм, гору целую поднимает. Ну, это Господь же мог, понимаете. Вот. Ну, и все там укрылись. То есть, к чему? О чем идет речь? О том, что мы поклоняемся не тем авторитетам. То есть, для нас авторитеты или пиетет мы испытываем к этим профессорам, академикам, да. Слушайте, я получал свою манчер, да. Но я попытался там рассказать вот эти вот духовные какие-то там вещи. А там сидят сплошные, ну, в Львове когда-то. А там сидят, ну, профессора сплошные, там, кандидаты, там, академики, в том числе, там, вот. И один там встал и начал, так сказать, чуть ли не заикаться он встал. И начал, как это так? Что это вот тут это самое? У нас там, мы православные, там, ну, и так далее, короче. Я говорю, а какой ты имеешь вообще-то отношение к тому, о чем я говорю? Я же говорю совсем о другом. То есть, каждый человек слышит только то, что он хочет, слышит. Понимаете, какая идея? И он опирается только на свою модель понимания информации. Так вот, информация, извините, дается не для того, чтобы ее, так сказать, или принимать, или не принимать. Я не являюсь духом учителем, кстати. Но я предлагаю, я даю ту информацию, которой сегодня нету. Она не принята сегодня. Но она интересная. Если кто бы желал все-таки ознакомиться с этим, наверное, это помогло бы, да? Я думаю, нам, многим. Поэтому это информация, не более того. Вопрос другой, как к этому относиться. А если мы к этому будем относиться, то есть, за деталями мы не видим главного, к сожалению. Поэтому люди на вопросы, которые им задают, они просто не отвечают. Они продолжают рассказывать то, что они видят, то, что они слышат, то, что они понимают. Им не интересно то, почему этот человек об этом говорит. Им это не интересно. Они же не задают ему вопросы. Они начинают с позиции контраргумента к аргументу, допустим. Ну, так никогда не решались раньше вопросы. А сегодня они решаются именно так. С позиции силы, да? Вот. Ну, кто... Я помню последнее, вот то, что я хотел сказать. Я помню, знаете, кого? Гробового, да? Григорий Гробовой. Я помню, смотрел передачу еще до того, как его посадили. Я смотрел передачу Малахова. То есть, ему слова не давали сказать. Там был и батюшка, там были какие-то специалисты, там эзотерики были, какие-то специалисты. И как только он раскрывал рот, его моментально затыкали. А он достаточно, как сказать, на тот момент был. То есть, когда он один выступал, так он очень хорошо говорит. А там, ему слова не давали сказать, его постоянно затыкали. Человек не имеет возможности говорить. Другой говорит, все, он умолкает. Нету той самой вот харизмы. Хотя, если бы он захотел, много чего бы сделал. Но это, опять же, какая-то определенная роль. То есть, мы играем в каких-то роликах в нашей повседневной жизни. Сами об этом не понимая. Поэтому те люди, которые пытаются нам навязать свою точку зрения, они для нас являются, ну, как сегодня говорит, зеркалом во многом. Если нам неприятно, я совершенно безразлично к этому отношусь. Поэтому, ну, хочет поговорить, пускай поговорит. Он формально, человек, не приступает к границ. Действительно, очень серьезная орудиция есть. Действительно, без сомнения, есть какие-то его образования академические. Без сомнения, есть очень литературно, очень все правильно. Но только, к сожалению, по сути, главное это не в этом. Вот. Ну, вот примерно так. Дорогие друзья, сейчас у меня будет презентация на другом канале, закрытая. Поэтому я прощаюсь с вами, встретимся завтра. Я надеюсь, что завтрашнего дня канал, главный канал будет работать. Поэтому пока, если нет, значит, мы будем продолжать на этом канале. Это канал, на двух каналах сейчас идет трансляция, если не читать, Facebook. Вот. То есть это мой личный канал, Майкл Мельников, где я только в последнее время стал вести передачи. Ну, и канал Новгород, Новгородский канал. Ну, там все, два человека смотрят, а здесь тоже неинтересно, 12 человек. Это неинтересная тема, я уже много раз говорил. Но у нас будет интересная для многих тема. А именно, я сегодня говорил с Гульнарой Закировой, которая у нас очень серьезный и нумеролог, и специалист по ВАСТу. Вот. Она сделает несколько раскладов по Мандали. Это потрясающая информация. Очень жаль, что она почему-то не востребована. Но здесь можно очень серьезно получить, ну, какие-то предупреждения или показания того, что может произойти. Поэтому, опять же, дело каждого. Все, дорогие друзья, тогда я благодарю всех за внимание. Да? И мы встретимся в следующих эфирах. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.